Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня у меня для вас очень хорошая новость про автоотзывные ноты, о которых я рассказывал недавно. Дело в том, что порог входа по этим нотам снижен с миллиона рублей до 500 тысяч, ровно в два раза. Это очень хорошее известие, потому что 500 тысяч намного ниже сумма, чем миллион. Вот, и сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые задавались по этим нотам структурным. Но кто-то говорил, что ноты это... проще взять эти акции и следить за этими акциями. Ну, я в корне не согласен, потому что ноты дают фиксированную купонную доходность, которая заранее оговорена, которая гарантирована. То есть, смотрите, если вы купили акции и акции не выросли, то у вас было 500 тысяч на счете и осталось 500 тысяч на счете. А в случае покупки ноты вам фиолетово, выросли они или нет. Ваш счет увеличился, там, через, там, ну, в зависимости от того, какая нота, через квартал или через полгода вы получаете фиксированный купонный доход. В зависимости от того, какую ноту вы выбрали, либо 21% годовых, либо 15% годовых, вы помните, либо 13% годовых. Вот. И даже если какая-то акция, например, упала, то ничего страшного не происходит. Вам фиолетово это абсолютно, вы все равно получаете свой купонный доход. И даже если какая-то акция упала очень сильно, то что происходит? А ничего не происходит. Вы перестаете получать купонный доход. Там есть купонный барьер. А потом акция вернулась. И дело в том, что купонный барьер имеет эффект памяти. То есть акция вернулась в диапазон, и вы получаете в следующий раз купон за два периода. Вообще великолепно эффект памяти. Ну, а если акции выросли выше барьера, то вы, то, конечно, в случае покупки акций, например, да, вы получаете прибыль, но только в этом случае выше, чем по ноте. Но при этом, значит, нота выплачивается, ближайший купонный доход, и нота закрывается, потому что она автоотзывная. То есть, смотрите, это продукт, получается, с фиксированной доходностью, которую вы можете прогнозировать легко, и которая почти гарантирована. Потому что, ну, в случае, если акции только сильно-сильно упадут через два года, это может случиться, ну, если будет глобальная рецессия. Ну, пока этого не предвидится, во-первых, а во-вторых, ну, наверное, аналитики, когда подбирали активы для этой ноты, они думали. Потому что они берут те активы, мы сейчас это увидим, которые должны вырасти и не должны упасть. Итак, давайте начнем вот с этой ноты. Россия, финансы и ресурсы. Это презентация официальная, и при желании я вам скажу, как я могу вам ее скинуть, если вы захотите ближе познакомиться. Вот, финансы и ресурсы. Внебиржевой опцион, автоотзывной. Срок 2 года, валюта рублей, минимальная сумма инвестирования, как я сказал, 500 тысяч рублей. Площадка оформления, структурные продукты, то есть это внебиржевой продукт. Вы заключаете договор, то есть у вас открыт брокерский счет, и вы с брокером непосредственно отдельный совершенно договор на данную ноту. Итак, базовые активы. ПАО, Сбербанк, акции привилегированные, привилегированные акции Сбербанка, Новотек, Полюс и Московская биржа. Ставка купона 10,5% каждые полгода, или 21% годовых. 21% годовых. Друзья, 21% годовых, это очень-очень много. Ну, например, вложения, так любимые всеми, в недвижимость дают, уже вот многие подтверждают, 6% годовых в среднем. При этом недвижимость падает в цене, здесь у вас ничего не падает, вы полностью возвращаете свою сумму. Вот, триггеры роста. ПАО, Сбербанк. Позитивные изменения дивидендной политики. Хорошая отчетность первого квартала 2018 года. Новотек. Осуществлен успешный запуск первой линии Ямал-СПГ. Вторая и третья линии Ямал-СПГ будут запущены в сентябре 2018 и в январе 2019 года, соответственно. Напомню, что срок действия ноты 2 года. Что значит запуск Ямал-СПГ? СПГ это сжиженный природный газ, то есть Новотек занимается сжиженным природным газом и строит вот эти линии. Ну, насколько я понимаю, терминалы для отгрузки сжиженного природного газа. То есть, ну, это отразится на выручке компании Новотек. А раз выручка будет увеличиваться, ну, Новотек растет в последнее время очень здорово, то, в общем, и акции должны расти. Вот. Полюс. Ну, полюс это полюс золота. Это золотодобывающая компания, одной из самых эффективных золотодобытчиков в мире. Ебеда 60%. Что такое ебеда? Это, сейчас скажу, так, прибыль за вычетом налогов по отношению к активам. То есть, более 60% вот это ебеда. Вот. Это мультипликатор, который используется, ну, он используется для оценки эффективности компании. Так вот, этот мультипликатор более 60% ебеда. Поэтому, ну, очень хороший показатель. Ожидаем рост цены золота, но упало до нельзя. Будет расти. Ввод на проектную мощность нового месторождения Наталкинское способен удвоить чистую прибыль. То же самое. И ПАО Московская биржа, монополист рынка и диверсифицированная структура бизнеса. Более подробно. Сбербанк. Крупнейший российский финансовый институт. Контрольный пакет принадлежит ЦБ. После тяжелых для отечественной экономики 2014 и 2015 годов состояние банковской системы начало выправляться. И уверенное восстановление прибыли Сбербанка пока по большому счету связано лишь с сокращением резервирования и пока не поддерживается фронтальным ростом кредитного портфеля. Но. Но. При этом по мере роста прибыли банк все более щедро делится прибылью с акционерами. То есть в 2016 году 25% прибыли были направлены на выплату дивидендов. То по итогам 2017 года уже 35%. Ну а по итогам текущего года акционерам уже может быть направлена половина прибыли. Вот. Что это значит? Это значит, что акционеры банка будут получать большую прибыль, а соответственно акции будут расти, потому что прибыль растет. Вот. Ну по всем показателям. Новотек. Ну Новотек уже много лет наиболее динамично развивающаяся компания. И в условиях девальвации, а это экспортер. Новотек это экспортер. В условиях девальвации компания сделала ставку на жидкие углеводороды, то есть на нефть, что позволило существенно нарастить финансовые показатели, выраженные в рублях. То есть нефть продают, а стоимость нефти дорожает. А рубль падает, поэтому рублей становится все больше и больше, потому что доллар растет. А у них выручка в долларах. Вот. И Ямал СПГ. Ямал СПГ. Все хорошо. Полюс. Крупнейшая в России золотодобывающая компания, входящая в топ-10 мировых производителей золота. Компания является одним из самых эффективных золотодобытчиков в мире. ТСС меньше 400 долларов за унцию. Насколько я понимаю, это себестоимость добычи одной унции золота. При стоимости 1200 долларов за унцию, наверное, это неплохо. Работает с рентабельностью по EBITDA выше 60%. И вдобавок вывод на проектную мощность наталкинского междунарождения. Месторождение позволит в ближайшие два года увеличить добычу золота на 30%. При неизменной конъюнктуре удвоить чистую прибыль компании. Если конъюнтура будет лучше, то в общем. Очевидно, никто из мировых тяжеловесов не мечтает о такой динамике даже на 10-летнем горизонте. А дивиденды на уровне 30% EBITDA через пару лет могут по текущим котировкам превратиться в доходность близкую к двузначной. Ну, по дивидендам это, в общем-то, чудо. Вот и посмотрите, как по акции росло. Ну, и, соответственно, вот так росла. И ПАО Московская биржа. Относительно молодая. Сама биржа объединяет фондовую, срочную, валютную и денежную секции. По сути, является монополистом по организации торговли различными финансовыми инструментами на территории России. Высокодифицированной структурой биржи. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Что я могу сказать от себя, что по сравнению с другими странами, конечно, Россия в биржевом плане, в плане развития биржевых технологий, в общем-то, одна из лучших. Поверьте мне. Вот. Но одна из лучших. То есть новейшие технологии компьютерные, все здесь очень хорошо работает. Вот. Ограничение ответственности. Расчеты производились. 05-09-2018 при стоимости базовых активов доллар 68,52 рублей за доллар. Акции Сбербанка привилегированные 155,98 рублей. Акции Новотека 1097 рублей. Акции Полюс Золото 4309 рублей. И акции Моэкс, Московской биржи 97,69 рублей. Вот. То есть это, ну, на момент открытия ноты, возможно, будут скорректированы вот эти вот начальные цены. И, собственно говоря, будем плясать от туда. Вот. Более подробно вы сможете познакомиться, если зайдете на мой сайт, demetkovyur.com. И там просто есть для обратной связи. Просто попросите меня выслать вот эту презентацию. Я вам вышлю. Вот. Вторая. Вторая нота. Автоотзывная с защитой капитала. С защитой капитала. Вот. Что это такое? Срок 2 года. Валюта рубли. Минимальная сумма инвестированная. 500 тысяч рублей. Базовые активы. Тот же самый Новотек, уже знакомый нам. Та же самая Московская биржа, уже знакомая нам. Но здесь другие два базовых актива. Северсталь и Яндекс. Ставка купона 3,25% в квартал или 13% годовых. Здесь сильно ниже. 13% годовых. Но защитный барьер 0. Риск отсутствует. То есть, 100% возврат капитала при самом неблагоприятном сценарии. Купонный барьер 100%. Барьер отзыва 110%. Первоначальная стоимость. Стоимость акции каждого. Тра-та-та. Ну, на начало. Так. Не понял. А вот такого было. Тут уже 3 года. Надо уточнить. То же самое, но 3 года. Так. Чем они отличаются? Вне биржевой. Непонятно. Здесь. Так. То же самое. Я думаю, что здесь опечатку все-таки 3 года. Тригеры роста. Новотек я уже сказал. Московская биржа сказал. Северсталь. Девальвация национальной продукты, валюты, который год позитивно сказывается на бирже. Максимальная форвардная дивидендная доходность на фондовом, на российском рынке. И Яндекс, лидер цифровой экономики России. И большая программа Buyback. Вот. Второе наиболее ценно. Но по Новотеку не буду повторяться. Московская биржа не буду повторяться. Северсталь. Северсталь это экспортер стали. Один из крупнейших на мировом рынке. И стоимость стали после того, как Трамп ввел пошлины, она сильно выросла. Вот. И Сталевары чувствуют себя очень уверенно. Резкая девальвация национальной валюты еще лучше сделала положение. То есть, ну, короче говоря, я вам скажу честно, Северсталь в последнее время очень здорово растет. Вот. И может быть даже вот это вот как раз... Может быть даже еще и упадет. Вот. Яндекс. Бесспорный лидер российской новой цифровой экономики. Да, дивиденды, в общем, форвардная дивидендная доходность, ее акция уже приближается к 20%, является максимальной среди всех известных нам историй, торгующихся на московской бирже. То есть, это компания, которая дает максимальные дивиденды на московской бирже. Яндекс. Бесспорный лидер российской новой цифровой экономики. Проекты в тесном сотрудничестве с лидером Сбербанком. Со Сбербанком сейчас Яндекс очень активно создает новую платформу. Ну, всем не дает покоя Амазон. И, значит, Яндекс со Сбербанком хотят сделать свой российский Амазон. И, ну, у них есть огромный ресурс, я думаю, что у них много что может получиться. Вот. Яндекс успешно конкурирует с американскими цифровыми гигантами, доминируя в постсоветском пространстве. И не только. Вот. При этом компания сохраняет высокие темпы роста бизнеса все годы с момента основания, а также в периоды рецессии. Но еще и проводит выкуп собственных акций с рынка buyback, что дополнительно стимулирует рост котировок. Что такое buyback? Компания объявляет, что она выкупает свои акции на рынке по определенной цене. И это всегда, ну, влияет на рост. То есть при этом растет. Вот. Расчеты проводились 0.03-0.09 при стоимости базовых активов доллар 67.86, акции новотека 1068, московская биржа 98.37, северсталь 1094.3 и яндекс 2176.5 рубля. Ну, я думаю, что эти цифры мало что говорят. Вот. Если вы не видите график стоимости акций. Вот. 13% годовых ежеквартально выплата равными долями купона. Ну и последняя автоотзывная нота. Крупнейший в своем деле. Два года. 500 тысяч рублей. Газпром, МТС, Северсталь и Алроса. 15% годовых раз в полгода выплачиваются. Здесь защитный барьер 80%, купонный барьер 80% с эффектом памяти. Барьер отзыва 100%. Что это значит? Выплата купонов выплачивается раз в полгода. В случае, если стоимость каждого из имитентов ниже 80%, не ниже 80% от первоначальной цены. Если ниже, то купон не выплачивается. И эффект памяти. Если потом он поднялся, то, соответственно, выплачивается за два периода. Вот. Ну и досрочный отзыв. Если на дату очередного наблюдения все базовые активы выше своей первоначальной цены, то акцион досрочно погашается. То есть, если все четыре акции выросли, то досрочное погашение с выплатой купона. То есть, просто достаточно вырасти, не упасть. И все. И все. Ну и если до истечения срока, то есть, все два года он не был погашен досрочно, то если акции находятся в диапазоне, то есть, не ниже 80%, вы получаете 100% своих денег с выплатой очередного купона. 15% годовых. Напомню, что вложение в недвижимость, квартира вот элементарная, да, дает 6% годовых. То, к чему, в общем, все говорят, я буду недвижимость. Ребята, недвижимость стоит 5 миллионов, здесь 500 тысяч. Ну о чем? Это прекрасные штуки. Вот. Эти все презентации, если вы у меня зайдете на сайт demetkov.ur.com, я готов вам их скинуть. Еще раз хочу сказать, что вот сейчас вы видите мой сайт demetkov.ur.com, там есть форма для обратной связи, просто заполните свои данные, скажете, да, я хочу информацию по нотам, и я вам ее с удовольствием вышлю абсолютно бесплатно. Ну и расскажу о том, как открыть ноту при желании. Еще раз смотрите. Недвижимость. Снимаете квартиру, покупаете квартиру, пытаетесь сдать ее. Ребята, 6% годовых. Посчитано. Неоднократно. 6% годовых. Здесь 21%. 13%, 15%. Ну, что это значит? Ну, возьмем 13%. Вкладываете миллион рублей, получаете за год. Так, квартира сколько стоит? 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей вкладываете, за год получаете, ну, если 20%, то миллион. Вот. Миллион разделите на 12 тысяч и посмотрите, сколько вы получите за квартиру, если будете сдавать квартиру. Ну, 30-40 тысяч в месяц. Миллион – это 80 тысяч в месяц рублей. И вам не надо трясти деньги с арендаторов. Это вот, ну, по сравнению с другими методами вложения, это очень-очень здорово. Очень здорово. Абсолютно пассивный доход. Я надеюсь, что вам было это не интересно. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Да, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. Я denying, конечно. Давай. Продолжение следует...